Только евро шесть в горах Кавказа. Как называется ущелье? Ущелье реки Хартык. Вот туда сейчас поедем. Off-road. Мы доедем до какого-то места там на высоте. Сейчас мы где-то на 1500. Мы должны подняться на 2400 на машине. И оттуда начнем пешее восхождение с велосипедами на перевал Картыкауш 3200 там с чем-то. Чтобы после обеда уже свалиться на ту сторону в Северной Апрельбрусе. И посмотреть, что там за трейл, есть ли он там вообще. Друзья, вот такая красота открывается по пути к перевалу Картыкауш. Набрали сейчас метров 600 на машине. Сделали остановочку для того, чтобы пофоткаться. КОНЕЦ. 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 очень аккуратно барашек горы его забрали ну что начинаем подниматься на перевал вертык взорвался фоксан чё так медленно не охота растягивать удовольствие можно какой-нибудь подъем как говорится мы подошли из-за угла перевал картыка уж 3 200 там 46 или 86 принципе осталось идти совсем немного и рез как называется вот это вот картыка уж ские зубчатки вот так и появляется название у всех географических объектов теперь это называется картыка уж ские зубчатки все запомнили садитесь на велосипед это бесплатно уже в горах мы идем уже примерно неделю а вы сколько вот это называется для порта же что друзья вот они последние метры перед перевалом ребята тоже уже портажат велики и рец продолжает свечи толкать отлично это лучше пил по сегодня хотим и парни парни посмотрите какая офигенная погода нас там ждет отлично впереди нас ждет вот такая погодка срывается дождь а с той стороны ущелья шикарные виды вот подходят наши ребята еще а джаме сань что движет тобой почему второй раз ты в этом году поехал гран-капказ-эпик я получаю кайф это кайфово давай 5 а здесь начинается такой утрейл мистер плащ ого ничего себе смотри вот это сноровка бро ну-ка нагнись еще раз я вставлю музыку нотр-дам-де-пари в общем дождец нас не отпускает пытается замочить вот такая атмосферка ребятушки не могу не передать зацените облака торчат пики и мы валим по трейлам неприятно мы спустились с перевала карты кауш он находится за поворотом сейчас мы находимся на высоте 2638 метров в долине реки исламчат меня попросили прокомментировать что здесь очень опасно куча говна куча камней оооо я чуть не разминировал ооо еще раз опять начинается дождь а и и небольшой траверс пешеходный и и эти растения есть те кто сбрасывает колючки на тропы и чуваки на камерах в них прокалываются то есть когда едешь на Кавказ или в Крым то лучше ставить безкамерку именно вот из-за этих растений Саня уже проткнулся сегодня, судя по всему, колючкой она у него где-то в колесе сидит очень острая, рвет куртки и легко протыкает покрышки так что парни, это безкамерка самое время, да, для заклейки для замены камер Лен, покажи свой лайфхак, братан макрологические я говорю, подготовился к Дю а у меня, я скажу, уже по спине течет так что все нормально я тоже нормально подготовился какие у меня мысли, ребят, на весь этот счет да, это, ну, как бы, так скажем некомфортно, мягко говоря но еду с той мыслью, что я все это обожаю главное быть готовым к непогоде иметь хорошее снаряжение в целом, подъемы сейчас это просто в радость потому что если бы мы ехали на спуск то мы бы, наверное, окалели поэтому ездить в горы это настоящее приключение здесь люди познаются с лучшей стороны короче, мы спустились в ЛСУ сидим здесь, пьем чаек и ждем Глеба я думаю, через часик минут сорок должен подъехать надеваем вот так и в мокрой кроссовке сейчас я тоже так буду делать я мокрый насквозь Глебу скажу Глеб Михалыч, как мы тебе рады если бы ты только знал мы как, вы выжили? мы выжили, да мы вот такие вот, куклу с клан все, что-то, Максик, ты, короче, что-то сдулся что-то силы тебя, Макс, покинули зацените, ребята лайфхак от Коваля сушим ботинки в моторном отсеке дюндайчик это не прикол здесь тепленько я думаю, сейчас пока мы до Кисловодска доедем они высохнут уже ты когда-нибудь видел такое, Дэн? нет, еще я надеюсь их увидеть в Кисловодске встретимся в Кисловодске встретимся в горах, братан давай погнали ну что, вот мы и гостиница в Кисловодске приехали из Джилысу 80 километров и все, на сегодня отбой стираем тут вот вся она с магаза есть стирать, стирать уже машину, у нас просто это сушилка идиоты сколько мы могли здесь стоять еще? 6 часов нет, а я вам говорил 6 часов это кто в стирку поставил? я не видел, какая сушильная машина вон там стиралка стиральная машина не сушильная, чтобы вещи стирать стиральная я уже порошок засыпала она что-то не высохла тогда ну 6 часов должно сушить я никогда в жизни не видел, машину стиральную с таким большим барабаном давайте по цепочке мы же сейчас уже посушили, сейчас постираем можно не сушить как получать? все но я не видел никогда сушильной машины правда, я первый раз в жизни сушил ну небольшое яйцо никому не повредило ва-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а вот это было выживание Субтитры создавал DimaTorzok